Давно-давно в одной очень далекой стране осенью 1988 года случилась эта история. Я тогда работал на Омском заводе пластмасс и в один прекрасный день отправили меня и еще пару дроидов на стажировку в Корею. Прилетаем мы в процветающий Сеул. Идет летняя олимпиада, красота. Распределяют нас в общежитии завода Максл, на котором мы должны были стажироваться пару недель. Поставили меня работать на станок по изготовлению подкассетников. Итак, работаем. По вечерам уходим в город, осматриваем достопримечательности. По телевизору смотрим только Олимпиаду. Как назло 1 октября нас поставили во вторую смену. А в этот день, вы же помните, должен быть финальный матч Олимпиады по футболу. Наши против бразильцев. Притащили из общаги телевизор небольшой и устроились с разрешения мастера в раздевалке около цеха. До начала матча наладили и запустили станок. А потом все втроем пошли смотреть игру. Почти сразу приходит мастер и что-то объясняет по-корейски нашему бригадиру. Как сейчас помню, звали этого корейского мастера Чонгли, китаец, гастарбайтер. Бригадир меня, как самого молодого, посылает к станку и говорит, чего-то там случилось, надо исправить, почистить. Беру отвертку иду. А на этом Максловском заводе, на их новом станке, мы делали подкассетники для их же кассет. Вот такой формы. Раскрутил я пресс-форму, почистил где смог достать, протер все спиртом, собрал, нажал кнопку пуск и побежал смотреть дальше игру. На 29 минуте нам забивают гол и почти сразу прибегает мастер Чонгли и кричит нам что-то по-корейски. Посылают меня опять к станку. Ты неправильно стоперы прикрутил, надо перевернуть. Бегу, все исправляю, бегу обратно и продолжаю смотреть футбол. Проходит не так много времени и на 60 минуте пенальти ворота Бразилии. Добровольский забивает. Мы орем, вбегая Чонгли и тоже орет, руками машет. Оказывается, я перевернул стоперы опять неверно. Наш мастер говорит мне, иди к станку и поставь стоперы в одном положении. Понял? Понял. Бегу, все открутил, переставил и все проверил два раза. Вернулся, смотрим матч, уже дополнительное время. И на 103 минуте Савичев забивает. 2-1. Такого ора Корея еще не слышала. Мы в экстазе. И тут опять вбегает Чонгли и тоже орет. И двумя руками показывает Ви, Викторию. Победа. Молодец. Тоже за наших. Только смотрим, мы радостно орем, а он что-то не очень. Но откуда мне помнить, куда там стоперы должны смотреть? Сказали бы одну сторону, сделал. И опять не угадал. В общем, решили больше в тот день станок уже не запускать. Наказать нас они не смогли, так как зарплату нам не платили. Но в качестве наказания после работы заставили нас найти все собранные кассеты с неправильными подкассетниками и уничтожить. Мы их, конечно, нашли и уничтожили. Но не все. Я с собой привез два блока, а мастер с напарником по три блока. В итоге, этот переполох дошел до руководства Максвелл в Японии. И они срочно разработали для заводов, расположенных не в Японии, другой подкассетник. А меня на следующий день перевели на станок по выпуску пластиковых чашек для кошек и собак. Но это совсем другая история. Собственно, на этом все. Если вы что-то поняли из этого видео, вы молодец. А если не поняли, то это тоже неплохо. Самое главное, не болейте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!